Все-таки удивляешься промышленности, вот предпринимателям крупным, которые могут из простой вещи сделать такой ажиотаж и цену на нее сделать, к примеру, там, десятикратно или стократно, что превышает затраты. И вот журналист недавно прикид на 70 тысяч долларов на киевской заправке, сколько костюм, босоножки, и вот тут вот он видео выложил и дает интервью, берет интервью, девушка рассказывает, что, почем она покупала, ну вот смотрите, вот так вот они встретились на заправке, ну выглядит она, конечно, красиво так, смотрите, вот это вот, такого вы и в кинофильмах не сильно такой наряд увидите. Наверное, действительно, какой-то эксклюзив. Каролина зовут, потом вот он дальше спрашивает ее, что, почем стоит. Босоножки, 1300 евро в Дубае, потом что еще, костюм 1300, около 1300, кортье, браслет 12 тысяч долларов. А другой 13 тысяч долларов, видите, браслеты, это тоже получается важный аксессуар иметь. Ну, платье тут, гляньте, тут опять оно в глаза бросается, платье, что тут еще? Цены стоят. Колечки, крестики, два браслета, цепочка, ну тут журналист подбил вот эту всю сумму общую. Ну, она, что ей стесняться, если она столько денег потратила, ясно, что она уже, человек к ней подошел, спросил, может полузнакомый, как говорится, она уже дала полный расклад. А то столько дорогих вещей, и никто о них и не знает. Сумочка, 2850 евро. Вот так вот оно получается. Люди тут комментируют вот эту такую ситуацию. Ну, может она творческий работник, может получает большие там авторские отчисления, может блогер, может просто жена какого-то богача. Тут по-разному может быть. Тут, как говорится, судьба это результат выбора. Ее надо не ждать, а создавать вот такой вот вам постер. Видите, человек думала, думала, женщина, а потом поняла. Ну, еще вот один. Влюбиться можно в красоту, но полюбить можно лишь только душу. Так что помните об этом. Если человек не очень, то никакие одежды и все остальное его сильно не украсят. Продолжение следует...